кимчи чаги корейский суп с кимчи для приготовления этого супа понадобится не только кимчи но и свинина в объеме 500 грамм мы используем такое свиное мясо в котором есть мясо и жировая прослойка и лучше всего использовать шейную часть свинины или же ногу свиной ногу свиной вырезку живота но принципе любая часть свинина подойдет и нарезаем это кусками среднего размера варить будем достаточно долго в процессе варки куски уменьшится в размере закладываем и это все какую-нибудь глубокую емкость для варки можно кастрюлю можно глубокую сковороду и будем использовать воду от промывки риса третью воду первую вторую сливаем третью используем в объеме одного литра такую воду также использую для приготовления таких супов когда джан чаги например и если же у нас такой воды нет ли мы не хотим обычную воду заливаем и варим на среднем огне 30 минут под крышкой вообще чем дольше варим тем лучше за это время подготовил овощи не так-то и много зеленый лук в объеме 30 грамм и перцы чили тоже 30 грамм можно только зеленые можно и красные и зеленые вместе и нарезаем это тонкими кольцами и зеленый лук тоже нарезаем тонкими кольцами вообще как я и говорил чем дольше варим тем лучше когда свинина отдала свои соки мы можем закладывать кимчи в объеме 400 грамм я почему готовлю таким чичаги я сделала видео в котором показывал как правильно нарезать кимчи и вот у меня осталось очень много нарезанного кимчи и поэтому варю кимчи чаги кстати в кимчи чаги очень хорошо класть а тофу но вот его сейчас не могу купить потому что ресторана закрыта тофу на здесь продавалась только в корейском ресторане поэтому сегодня готовим кимчи чаги без тофу а вообще можете туда и пельмени положить и даже на лапшу быстрого приготовления вот это тоже дело вашего вкуса и фантазии далее мы добавляем сок кимчи в объеме двух половников если у вас сока кимчи нету то можете просто еще чтобы больше 100 грамм кимчи положить и готовим это на среднем огне около 20 минут под крышкой но как я говорю важно даже не время а чтобы кимчи отдала свои соки и вода уменьшилась на половину отварки и тогда можно добавлять суповой соевый соус заметьте не простой соевый соус а суповой если у вас супового нет то просто это пропустите обычный соевый соус не кладите затем добавляем рыбный соус одну столовую ложку если его нет можно заменить на ферментированной соленой креветки и молотый чеснок мы кладем две столовые ложки блюдо это очень острых имейте это в виду и затем добавляем красный молотый перец две столовые ложки вообще в корее при приготовлении этого блюда используют два вида красного перца более тонкого помола и более это крупного помола вот но если вы такие персы как не можете такую молотый перец купить который обычно в корейский магазин используйте один вид обычного красного молотого перца и затем добавляем половину нарезанного перца чили и готовим на среднем огне около 10 минут не накрывая крышкой и затем мы кладем зеленый лук и оставшийся перец чили варим одну минуту и блюдо готово можно подавать к столу блюдо это оно острое сервируется как обычный суп и конечно же его едят с отваренным рисом у меня сегодня на закуску кимчи и зеленого лука по кимчи ссылка здесь вверху как готовить это кимчи блюдо это очень сытное благодаря тому что мы долго варим мясо и она отдает свои соки то мы получаем очень насыщенное вкусное блюдо сочетание с соками кимчи вообще если мясо было недостаточно очень жирное то можно добавить туда и немного растительного масла и вот очень вкусно таким вот образом есть кимчи зеленого лука обратите на это внимание кстати самое важное для приготовления этого блюда мы используем не обычная кимчи а кимчи долгой выдержки который называется шин кимчи обратите на это внимание именно тогда это суп получается вкусным насыщенным таким каким он должен быть приятного вам аппетита и 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